Впереди Новый год. Это значит, что многие уже сейчас задумываются о месте проведения корпоративов. Однако пока четкого понимания, как будет работать пермский общепит и сфера развлечений в главную ночь года нет. Тему прямо сейчас обсудим в нашей студии. В гостях на РБК Пермь Лариса Плахина, президент Пермской ассоциации кулинаров, а также на связи со студией Екатерина Русакова, руководитель агентства по организации событий Ежевика. Здравствуйте, рада вас приветствовать. Лариса Викторовна, первый вопрос, пожалуй, к вам. Сколько времени необходимо, чтобы кафе и рестораны подготовились к новогодним корпоративам? Я имею в виду и закупка продуктов, и набор персонала, и реклама себя в соцсетях и так далее, и набрать брони. Ну, вы знаете, мне кажется, недели вполне достаточно, потому что и оптовики заинтересованы в том, чтобы как можно больше реализовать свои продукции. И люди перед Новым годом тоже хотят и заработать, поэтому даже и в ночь выйдут для того, чтобы на следующий день сделать людям праздник. Поэтому тут проблем не будет, все скооперируются, лишь бы это было возможно. То есть нам стоит только лишь ожидать ближайшего оперштаба и решения по общепиту в частности, да? Да, конечно, хотелось бы, чтобы решения были взвешенные, понятные, потому что мы можем такими решениями необдуманными убить отрасль просто, потому что даже вот нынче по стране в сентябре получилось так, что не хотят поступать уже на эту специальность, потому что ребята понимают, что они выучатся работать где. И мы можем вот такими вот какими-то шагами сделать так, что все это закончится, а кормить нас будет некому. Ну вот все-таки если рассматривать негативный сценарий, я сегодня вот читала в Санкт-Петербурге, уже точно все нет. Если у нас вдруг так случится, насколько это будет критично? Сколько игроков, может быть, уйдет с рынка в таком случае не переживет? Ну, по непроверенным данным мы с весны потеряли 30%, то здесь тоже как бы может случиться такая же ситуация, потому что аренду выплатить надо, зарплату персоналу выплатить надо, какие-то, наверное, вещи и сдержки тоже присутствуют. И поэтому, конечно, если не с чего будет это делать, будет очень печально и грустно входить в следующий год. Может быть, вы знаете, уже ведутся какие-то бронирования, где-то реклама, может быть, уже есть. Ну, видите, с учетом того, что у нас массовые мероприятия запрещены и, в общем-то, все равно все это идет от того, что люди, наверное, сами должны понимать, что находясь в замкнутом пространстве, они сами себя подвергают опасности. Поэтому сейчас востребованы загородные какие-то вот предложения, очень активно они идут, турбазы, проведение корпоративов, как бы так, с выходом на природу, чтобы можно было хотя бы там проветрить помещение и проветриться самим. А когда в замкнутом пространстве, ну, до 30 человек при соблюдении определенных условий, конечно, здорово. Хотя, ну, то есть это возможно и реально. Хотя посмотришь наш транспорт в часы пик переполненный, в общем, как бы становится грустно, почему только наша отрасль страдает. Хотя мы самые первые и сделали все требования, соблюли и поставили для обработки рук и одели маски, продолжаем их, значит, как бы носить и перчатки, и другие средства, значит, там, ионизирование воздуха и так далее. Вот. Ну, почему-то наша отрасль вот как бы подвергается больше и больше вот такой вот опасности, скажем так. То есть, получается, пермский общепит, вот по вашему мнению, да, он все-таки может соблюсти, чтобы людям было безопасно находиться? Конечно, конечно. Ну, с другой стороны, это все-таки, может быть, трудовые коллективы, которые вместе вот работают в том числе. Да, да. Все равно ведь мы, как бы, по весне все требования Роспотребнадзора выполнили, и те, кто начал работать, они все это соблюдают, все это выполняется. То есть, проходят проверки, все это видно, что, ну, закрываются там, условно говоря, там где-то торговые центры, там, или еще что-то. По общественному питанию пока такого нет. Наши рестораторы очень инициативны. И, в общем-то, Пермский край, они находятся в красной зоне, скажем так, по заболеваемости. Да, она идет, но она идет везде, но мы не настолько, как бы, так в критичной ситуации. У нас пока вроде все справляется, и медицина, и все остальное. Ну, вот в Пермском крае до часу ночи продлили работу заведения в других регионах, и того нет. Все-таки, мне кажется, это небольшая надежда, может быть, на то, что разрешат работать в новогоднюю ночь. Ну, пока не будем загадывать. Я предлагаю Екатерина Русакова, с нами тоже сейчас на связи, руководитель агентства по организации событий «Ежевика». Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось бы узнать от вас, как ваше агентство готовится к новогодним празднованиям, корпоративам, и вообще, на чем именно вы специализируетесь? Так, ну, специализируемся мы на различного вида мероприятия. Это и эрго-корпоративы, корпоративный сегмент, это и детский сегмент. Это, например, если мы говорим про Новый год, то это детские елки новогодние, также свадьбы и, в общем-то, любые вечеринки – это все наш сегмент. Вот. Как мы готовимся? В общем-то, практически все мероприятия у нас пришлось отменить, потому что, знаете, есть такая фраза, что умные люди в такой период, наверное, отмечать какие-то события глобально, события больше ста человек не будут, потому что чем больше мы себя бережем, тем быстрее мы выйдем из этой ситуации, тем быстрее, в общем-то, мир поправится и придет обратно в нужное русло. Вот. Пока мы, вы знаете, весь мир, мне кажется, ушел в онлайн, и мы готовим какие-то корпоративы на онлайн-площадках, чтобы каждому человеку было удобно и комфортно. Вот, наверное, вот сейчас идет такой опыт подготовки мероприятий. А все-таки как изменилась специфика? На свежем воздухе, вот, допустим, вы какие-то мероприятия проводите, там, ну, элементарно, не знаю, Снегурочка, Дед Мороз? Да. Да, я думаю, что такие мероприятия тоже популярны, потому что свежий воздух – это все-таки люди выходят, дышат, менее риск заболеть, да, чем-то. Но я думаю, что тут тоже мы можем говорить только о количестве людей, например, 30-50 человек, потому что 100 человек, они уже, знаете, и это все равно массовое мероприятие, поэтому, наверное, в этом году все-таки мы говорим о каких-то мини-корпоративах, наверное, так, даже если они на открытом воздухе. А есть ли какое-то число, может быть, бронирования уже? Сколько желающих вообще понять, насколько много? Ну, смотрите, могу назвать, например, такую примерную статистику, что примерно 80% корпоративов у нас отменилось, отменилось по разным, по разным, как слово забыла, по разным ситуациям. Кто-то отменил руководство, потому что многие болеют, кто-то решил просто себя перестраховать. И вот где-то примерно 20% корпоратов у нас есть. И вот как раз-таки там, скажем, из них онлайн мероприятие, либо это мероприятие на какое-то малое количество человек. А это может быть база отдыха, допустим? Ну, у нас, по крайней мере, на базе отдыха нет. То есть это мы все-таки идем в какое-то помещение, и уже там соблюдаем все нормы безопасности. То есть на входе мы меряем температуру, у нас есть перчатки одноразовые даже, которые в цвет логотипа компании. Я думаю, это хороший лайфхак. Есть обязательно маски, которые тоже можно подобрать по цвету, чтобы, в принципе, все себя чувствовали комфортно. Вот вы говорите, все в онлайн сейчас ушло, большинство мероприятий. Все-таки те, которые не в онлайне, сколько времени нужно вашему агентству, чтобы подготовиться, закупить там инвентарь, набрать персонал, который сможет работать в новогодние праздники? Вот Лариса Викторовна сказала, где-то неделя. А вам сколько? Я бы сказала больше, потому что если мы хотим проработанный, качественный индивидуальный корпоратив, нам примерно понадобится месяца 2-3. Объясню для чего. Это закупка декора, это разработка приглашения, это составление тайминга и логистики всех подрядчиков и всех артистов, это встречи с ведущими, встречи с артистами. То есть вот если мы говорим о каком-то качественном мероприятии, индивидуальном для каждой компании, то это все-таки 2-3 месяца. За неделю можно подготовить мероприятие, оно действительно будет тоже качественное, оно будет хорошее, но, так скажем, в нем будет меньше использоваться какого-то индивидуального дизайна, индивидуального подхода. То есть, вы знаете, будет как... Я его слепила из того, что было, потому что в городе в любом случае все готовятся к праздникам, и уже сейчас мы можем наблюдать отсутствие каких-то коробок, об отсутствии каких-то шариков определенного цвета. Уже транспортные компании не справляются и не успеют привести, например, к определенному времени, поэтому мероприятие можно подготовить за неделю, однозначно, если нам разрешат, то я думаю, что мы живем, знаете, в ожидании, когда же нам можно будет ворваться в этот мир обратно. Мероприятие можно сделать, но если мы говорим о индивидуальном проработанном, то это все равно больше, то есть это 2-3 месяца. Екатерина, спасибо вам огромное. Лариса Викторовна, вам тоже. У нас в гостях была Лариса Плахина, президент Пермской ассоциации кулинаров, и Екатерина Русакова, руководитель агентства по организации событий Ежевика, и мы обсуждали, как чувствуют себя пермские общепиты, также сферы развлечений, как они готовятся к празднованию Нового года.